Привет всем, вы на канале Позитивный Огород. Сегодня у нас 13 марта и мы приступаем к посеву томатов на рассаду. Сеем и высокорослые и низкорослые томаты все в один срок. Томаты Любаша и Демидов очень хорошо подходят для открытого грунта. Помидорки у них массой до 150 граммов. Кустик невысокий, компактный и очень они просты в уходе. Томат Большая Мамочка можно посадить как в теплице, так и в открытом грунте. Плоды у него массой до 350 граммов. В этом году посеем томат Любимый праздник. Очень он крупноплодный, до 1 килограмма и 300 граммов. Ну это конечно плоды рекордсмена. Так в целом 600 граммов. Такие вот у него плоды. Очень вкусные. Низкий при этом кустик, то есть сочетает и крупноплодность и низкорослость. И шоколадное чудо. Плоды у него массой до 400 граммов, а кустики высотой до 80 сантиметров. Будем их выращивать в теплице, но в принципе можно выращивать и в открытом грунте. Томат Чудо Земли выращивали в прошлом году в теплице. Очень вкусные томаты для салатов прекрасно подходят. Кустики высотой до полутора метров, а плоды массой до 1 килограмма и 200 граммов. Ну средние плоды где-то около 600 граммов. Малахитовую шкатулку будем сеять только в этом году. Посмотрим какая она будет на вкус. Помидорки массой до 900 граммов, а сам куст высотой до полутора метров. Томат Евпатор хвалят и за ранний урожай и при этом за продолжительный период плодоношения. Благодаря устойчивости к большинству заболеваний томатов данный помидор способен плодоносить до самой осени. И томат вишневая гроздь очень вкусная смесь черри томатов. Будем сеять наши томаты в общий контейнер, а затем уже пикировать по отдельным стаканчиком по мере роста. Делаем бороздки чуть больше одного сантиметра глубиной. Раскладываем наши семена, которые мы никогда не замачиваем. Томаты очень хорошо всходят на третий, на четвертый или даже может быть припоздняться на пятый день взойдут. Но так в целом с ними проблем практически не бывает. Раскладываем семена, затем присыпем их грунтом и сверху увлажним почву. Ну вот семена наши разложены. Теперь поливаем сверху по рядкам из шприца водой, засыпаем наши витки. Сверху все увлажняем из распылителя. Затягиваем наш контейнер пищевой пленкой, в которой делаем отверстие для вентиляции и ставим на прорастание в теплое светлое место. При температуре 25-28 градусов всходы томатов появляются через 3-5 дней. Выращивайте свою рассаду и будьте с отличным урожаем. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч! Всего вам самого-самого наилучшего! Отличных вам всходов!